ну вот это предварительный эскиз можете посмотреть пока зеркальца ценить так мы будем делать потом здравствуйте дорогие друзья меня зовут ольга ханфи я приветствую вас на youtube канале ханфи colors pigments если вы сегодня смотрите нас это значит что вы давно заинтересовались наши профессии профессии перманентного макияжа и наверное у вас есть много вопросов как стать мастером куда пойти учиться какие вопросы нужно будет решать для себя прежде чем стать мастером поэтому я думаю что вам будет интересно сегодня посмотреть наше видео если вы продолжаете меня слушать значит ваше желание стать мастером перманентного макияжа осмысленное вы об этом начали уже задумываться давно наверняка поискали в интернете достаточно много всякой информации и уже у вас сложилось определенное мнение я со своей стороны могла бы вам каким-то образом помочь том смысле что рассказать какие-то моменты из своей практике какие-то воспоминания о том как начинался мой путь в профессии более частные случаи менее общие фразы для того чтобы оживить эту информацию для того чтобы вам было больше понятно с чем вам придется столкнуться по-настоящему живьем столкнуться не рекламные баннеры не какие-то призывные тексты не то что вы сами себе придумали а именно так как оно обычно бывает в жизни давайте сперва с вами разберем кто вы кто вы те кто захотели стать мастером перманентного макияжа например вы работник смежной профессии что значит смежины профессии вы точно так же как и мы мастера перманентного макияжа работаете бьютю кинду3 например вы мастер лэйш мэйки например вы занимаетесь архитектурой бровей или вы мастер-стилист делаете прически стрижете людей или вы работаете в индустрии. Это очень похвально и здорово, что вы хотите расширить спектр своих услуг, выйти, допустим, на какой-то новый интересный уровень, познать какую-то новую профессию. Это все замечательно. Ни в коем случае не желая никого из вас обидеть, я хотела бы отметить один момент. Очень многие коллеги по бьюти-индустрии принимают решение о том, что им непременно нужно стать мастером татуажа, потому что они думают, что это намного более высокооплачиваемая работа и они хотят выйти на другой финансовый уровень. Разберем этот момент поподробнее. Смотрите, конечно же, процедура перманентного макияжа у мастера с опытом, хорошим стажем, отличными работами, достаточным количеством самообразования, который посещает конференции, обучает других мастеров. И, безусловно, цена у такого мастера будет высока. И, конечно, если посчитать количество процедур, сделанных таким мастер в месяц, создается в голове некая сумма, которая привлекает нас, вас для того, чтобы желать стремиться к этой профессии. Давайте подумаем о том, какой путь нужно пройти для того, чтобы добиться тех цен, которые вас так привлекают. Это раз. Трудиться придется много. Безусловно, я ни в коем случае никогда не обижу никаких представителей других профессий и никогда не преуменьшу значение других профессий по сравнению с перманентным макияжем. Но поверьте, те вложения, которые вам придется сделать, те усилия, на которые вы должны будете пойти, они очень большие. Они порой многим неподсильно оказываются. Я ни в коем случае не пугаю. Я хочу просто, чтобы вы были готовы к серьезной, кропотливой, дорогостоящей работе. Еще хотелось бы коснуться момента про вот этот бесконечный подсчет, какая профессия выгоднее. Нужно же прекрасно понимать, что и волосы, и ногти отрастают достаточно быстро. И если вы классный мастер своего дела, то у вас есть стопроцентно своя база, база клиентов, которые приходят к вам, к ногтевикам каждый месяц, а то и чаще к стилисту, на стрижку и покраску волос не реже, чем раз в два месяца. Это настолько постоянный заработок, пусть он по цифрам кажется вам более маленьким, но это постоянный заработок. Профессия мастера перманентного макияжа немножечко по-другому выглядит в плане заработка. Он более редкий. Каждый клиент приходит раз в несколько лет. И та сумма, которую вы, казалось бы, большую, взяли с него после этой процедуры, в следующий раз такую сумму от него вы получите очень нескоро. Давайте не будем считать деньги в чужих карманах и не будем думать, что там, где нас нет, лучше. Там, возможно, и лучше, но для того, чтобы осознать это, нужно просто захотеть быть мастером. Не потому, что там больше платят, а потому что вы безумно хотите этим заниматься, безумно хотите этого творчества. Вам очень это нравится, и вы мечтаете об этом. Еще есть коллеги из смежных профессий. Это косметологи. Очень часто встречающаяся ситуация, когда косметолог желает присоединить к своим услугам еще и перманентный макияж. Это прям очень оправданное решение, понятное, потому что, как ни крути, а перманентный макияж очень связан с медициной. И для косметолога это, в общем, логическое, логичное и разумное решение. И как раз после разговора о медицине хотелось бы чуть-чуть поговорить о том, что же важнее для перманентного макияжа иметь медицинское образование или художественное. Потому что просто быть медиком мало. Нужно чувствовать и видеть лицо. Нужно чувствовать красоту лица, линии, строение. И для этого быть медиком порой бывает мало. Конечно, все очень индивидуально. И медики прекрасно делают перманентный макияж. И художники, бывает, не понимают, как строится лицо, и как нарисовать брови на лице. Это все очень индивидуально. Но все же, все же художественное образование помогает будущим мастерам понять и увидеть. Они быстрее чувствуют форму, а форма в нашей профессии это все. Бывает и так, что и вы не медик, и вы не художник. И вы не делаете ногти, и не являетесь стилистом, и вообще вы сидите в офисе. И вам там скучно и грустно, и кажется, что жизнь закончилась. И у вас есть непреодолимое желание изменить свою жизнь, раскрасить ее новыми красками, получить новую профессию и при этом еще и нормально зарабатывать. Никто не может запретить офисным работникам стать мастером перманентного макияжа. Все зависит только от вас. И если у вас есть непреодолимое желание, значит, вы пойдете и сделаете то, что вы хотите. Итак, вы приняли решение. Вы точно станете мастером перманентного макияжа. Вам нужно найти школу и пойти на обучение. Как же найти школу? Ответа на этот вопрос не существует. Я не смогу вам дать сейчас однозначный ответ. Идите сюда или туда, или вообще никому не ходите, ходите только ко мне. Школ очень много, преподавателей очень много, потому что нас, мастеров перманентного макияжа, за последние 15 лет стало очень много. Профессии развиваются семимильными шагами, очень разрастается штат, естественно, мастеров, разрабатываются новые техники, разрабатываются новые курсы обучающие. Поэтому нас много и много школ. Выбрать очень сложно, так же, как сложно выбрать клиенту своего мастера. Но на какие же моменты вам все-таки нужно обратить внимание? Конечно, вы сперва будете считать свои денежки, смотреть на стоимость обучающего курса. Как правило, то, что очень сильно и хорошо рекламируется, и постоянно попадается на глаза, то очень дорогое обучение. Цены очень разнятся. Они разнятся как от регионов, которым обучает мастер, так и от группы, которые он набирает, от программы, которые он рассказывает, от количества дней, которые он тратит на обучение, и от количества моделей, живых моделей, на которых вы будете тренировать свои только что полученные навыки. То есть я надеюсь, вы уже поняли, что на рынке вам будет предложено достаточно много вариаций школ перманентного макияжа. Я просто хочу, чтобы вы поняли сами, что за очень короткий срок и за очень маленькие деньги вы хорошо не обучитесь. Невозможно стать мастером перманентного макияжа за два дня, а такие курсы тоже есть. Я очень хочу, чтобы вы понимали, что толку из этого не будет. В нашей школе, например, мы обучаем шесть дней. За шесть дней вы получаете полный объем теоретической информации, и после этого имейте несколько дней практики, и на каждую изучаемую зону предлагается по две модели. Теоретическая база на нашем курсе длится полных три учебных дня. Знаний вы получите очень много по всем областям, которые вам будут нужны в нашей профессии. Это и медицинские аспекты, это и колористика, это обязательно визаж и форма строения лица, это аппаратура, которой мы работаем, и техника внесения пигмента, и уход, и асептика, антисептика. Вообще даже порой начинаешь думать, что и за три дня не успеть все это в полном объеме дать вам, ученикам. Поэтому я совершенно не понимаю, как можно обучиться нашей профессии за два дня, и хотела бы, чтобы вы не покупались на такие разводки, скажем так. Однако, конечно, нужно понимать, что такая объемная, сложная, а это действительно сложная профессия, которую вы получите за неделю, такое обучение не может стоить дешево. И порой кто-то, даже тот, кто мечтает, не может себе этого позволить. Поэтому, например, бывают еще такие варианты, в нашей студии это тоже есть. Вы можете обучиться только одной зоне. Например, вы начнете обучаться с бровей и научитесь делать перманентный макияж бровей. Теорию вы все получите и получите практику только по одной этой зоне. Это будет, конечно же, дешевле, это, конечно же, будет быстрее. Но вы будете ограничены в своих возможностях после обучения. Конечно, очень многие будущие ученики беспокоятся за то, сколько им придется потратить деньги на оборудование. И вообще, что это за оборудование, как в нем разобраться, и тоже это кажется большой проблемой. Так вот, ну, в основном на базовых курсах про оборудование рассказывают. Понимание вы будете иметь, что это такое. А главное, приличные школы снабжают своих учеников так называемыми стартовыми наборами. Наша студия, конечно же, тоже предоставляет такие стартовые наборы для своих учеников. Туда все входит необходимо для того, чтобы после окончания курса вы сразу же могли начать работать. Потому что практика показывает, что если вы не начнете работать сразу, вы половину, а то и больше знаний растеряете, придет страх, и вы можете вообще не войти в профессию. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы понимали, что учиться вам придется очень долго. Базовый курс — это только база. Поэтому такое название, что это только ваше начало. Для того, чтобы стать действительно стоящим мастером, вам придется учиться всю свою профессиональную жизнь. Очень многих людей, которые хотят прийти в нашу профессию, интересуют не только, где обучиться, а как же потом работать, где брать клиентов. Этот момент очень важный, очень болезненный. При условии, что профессия развивается очень активно, и мастеров становится очень много, поскольку очень много школ, которые каждый день выпускают новых-новых мастеров перманентного макияжа. Конечно же, вопрос поиска клиентов стоит очень остро, и многих это пугает. Поначалу вы должны работать бесплатно. Это совершенно очевидно. Клиенты с неба не свалятся. Вы, если будете сидеть у моря и ждать погоды, вы никогда не научитесь, и не сможете практиковаться достаточно, чтобы получить нормальный результат. Поэтому ваши знакомые, ваши друзья, друзья знакомых – это ваши первые бесплатные клиенты. В конце я хотела бы сказать, что я мечтаю о том, чтобы в эту профессию приходили люди, которые искренне ее любят. Люди, которые готовы заниматься этим творчеством, готовы вкладывать в это много сил, времени и денег, готовы отдавать себя этой профессии, ходить на нее с хорошим настроением и любовью, и отдавать эту любовь нашим клиентам. И тогда к вам придет финансовое благосостояние.